Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, по понедельникам мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы отправляете нам на портал воткинс.нет. И сегодня на вопросы будет отвечать специалист по финансам Роман Вахрушев, который хорошо вам уже известен. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Вопросы связаны с финансами, слава богу, то есть мы постараемся на них ответить и перейдем сразу к ним. Трезвая и злая молодежь. Всем скопом спрашивает. Роман, как вы относитесь к валютным биржам? Это один из способов заработка или очередная платформа для мошенников? Это платформа для заработков, но для специалистов очень узких. В наше время почему-то, для всех остальных это платформа для мошенничества. У нас почему-то сейчас каждый человек считает себя биржевым брокером, специалистом этих вопросов и вот лезет туда и лезет, и лезет. И в расчете моментально ничего не делая, разбогатев, буквально там нажав пару кнопок. Еще раз повторюсь, естественно, можно заработать. Но для того, чтобы заработать, нужно быть специалистом в этой сфере деятельности. Если вы работаете на заводе, если вы работаете в магазине, в кафе, ну не стоит лезть в то, где есть более умные люди в этом вопросе, больше разбирающиеся. Если человек умеет хорошо класть кирпич, вот у него получается прям ровно. И человек, работающий на бирже. Ну будет глупо, если человек, работающий на бирже, умеющий работать с ценными бумагами, выгодно их продавать и покупать, начнет ложить кирпич. Это получится криво и не крепко, скорее всего. Если тот человек, который умеет ложить кирпич, пойдет на биржу, ну он тоже, скорее всего, ничего там не поймет. Каждый должен заниматься своим делом, то, что он умеет, чему учился, обучался, в чем у него есть опыт. Только в этом случае, я думаю, что будет успех и ожидаемая отдача положительная от того, чем ты занимаешься. Ну или в какой-то момент своей жизни перепрофилироваться, выучиться, получить новое знание, новую специальность. И тогда уже... Совершенно верно. Мы тут в этом плане не ограничены. Мы можем учиться сколько нам угодно. Учиться и начинать что-то предпринимать, какие-то серьезные действия, шаги, после того, как ты обучился, выучился и имеешь достаточно знаний и навыков, чтобы этим заниматься. Вопрос номер два от Димы Шесть. Видел статистику о том, что реальные доходы населения Российской Федерации снижаются четвертый год подряд. Почему, на ваш взгляд, это происходит? В отличие от кризиса 2008 года, руководство нашей страны в нынешнем кризисе ведет себя совершенно по-другому. В 2008 году не скрывали от того, что есть кризис, и об этом говорили, и была паника, и все это чувствовали. Сейчас же по телевизору нам говорят, что все хорошо. Но на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что вообще ничего не хорошо, все дорожает. Если что-то дешевеет, но это дешевеет только в том случае, что какая-нибудь мелочь дешевеет. Какой-то из продуктов, который мы не так часто покупаем, и вообще цена на него была завышена и так далее. На реально необходимые в жизни вещи цена все-таки растет. Кризис, он есть. Поэтому и уменьшаются доходы. Потому что доходы сохраняются на прежнем уровне, либо вообще сокращаются. А цены, то есть расходная статья, она растет постоянно, растет очень сильно. По-прежнему все ресурсы природного богатства нашей страны принадлежат тем же единицам людей. По-прежнему они не национализированы. Поэтому с чего будет что-то меняться в лучшую сторону. Вновь Дима 6 спрашивает, как заработать свой первый миллион, живя в Воткинске. В скобочках можно долларов. Ответ на этот вопрос настолько очевиден, что для этого нужно работать. Опять же, опять же, телевизор это зло. В том случае, если верить всему тому, что там показывают и говорят. Ныне живущие люди смотрят телевизор и появляется уверенность в том, что можно купить лотерейный билет, можно найти на улице, можно разбогатеть как угодно, можно на той же самой пресловутой криптовалюте, как попало. Но для того, чтобы хорошо учиться в школе, потом хорошо учиться в учебном заведении повыше, и потом работать с утра до вечера, выкладываясь на 100%, вот почему-то об этом мысли вообще нет. Да, наверное, нужно работать, скорее всего. Вот и все. Не надеяться, что откуда-то что-то где-то упадет, кто-то принесет и подарит, а просто-напросто повышать свой профессиональный уровень и продолжать работать с душой, с полной отдачей. Я думаю, в любом городе, работая в любом месте, при этих условиях можно заработать миллион и не один. Виктория 2 спрашивает, в Откинске сейчас бум инвестиционных проектов пирамид. Некоторые из них сейчас закрываются. Что теперь делать горе-инвесторам, которые потеряли на этом свои деньги? Что вот им теперь, понимаете ли? Ну, бум. Бум он. Почему бум? Потому что спрос рождает предложение. Мы только что об этом говорили, о том, что люди не хотят учиться и работать, а хотят, куда-то положив денежки, как будто бы кто-то за них куда-то их вложит, что-то заработает. Да кто заработает, если не мы? Ну, как? Это люди, верующие в сказку и не желающие работать. Что делать? Что делать? Ну, это мое личное такое мнение. Вот я никогда в жизни не участвовал ни в одной лотерее, ни в одном так называемом инвестиционном проекте. Никогда в жизни не участвовал. Могу еще сказать такую вещь, немножко обидную, для тех, кто все-таки на подобные инвестиционные проекты обращает, ну, серьезно к ним относится. Знаете, вот даже в нашем небольшом городе, мы практически все друг друга знаем, тем более те люди, которые чего-то достигли, предприниматели, которые какими-то магазинами, там, не знаю, автобусными парками транспортными владеют, там. Вот что, чем-то занимаются, работают, да. Вот, вы знаете, вот таких же, мы же, никто же из нас с вами не слышал, что они приняли участие в каком-то подобном инвестиционном проекте. Да, где-то, вот как раз это те люди, которые выбрали путь развития как раз работать, а не надеяться, что где-то что-то упадет. Ну, несерьезно, это те люди, которые вот работают и достигли чего-то, это, как правило, ну, относительно умные и грамотные люди, и на подобные разводы, скажем так, они не идут. Что делать? Ну, лично, мое личное мнение, что в этом случае можно сделать. Как правило, эти инвестиционные проекты, они придумываются уже с расчетом на то, что это прекратится, и делается все так, чтобы, когда это все развалится и прекратится, чтобы избежать ответственности. Ну, это уже изначально на стадии организации задумывается, поэтому привлечь к ответственности, как правило, не представляется возможным. Что нужно сделать? Нужно, наверное, постараться сделать выводы. И в будущем на эти авантюры не соглашаться, не идти, и, ну, просто хотя бы, чтобы в будущем этих ошибок не повторять. Я думаю, что вот это единственное, что можно посоветовать сделать тем людям, которые доверились и что-то потеряли. Спасибо, Роман, за ваши ответы. Мы сегодня отвечали на вопросы наших пользователей, которые отправляют нам их на портал воткинск.нет, как обычно, по понедельникам. Всего доброго. До свидания. Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимной помощи. Рост», заем и сбережения на привлекательных условиях и все под контролем Центрального банка России. «Касса взаимной помощи. Рост». С нами вы в Росте. «Касса взаимной помощи. Росте».